Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Уважаемый Михаил Петрович, меня зовут Владимир, мне 29 лет. И сегодня я бы хотел рассказать вам о своей истории, истории успеха, которая субъективно важна для меня. По образованию я врач. И надо сказать, что во времена университета я не был отличником. В принципе, закончил ЛУЗ с набором стандартных навыков и знаний. Выбрал узкую специализацию урологии, пошел в родинатуру. И в родинатуру пришел по месту будущей работы, в принципе, там, где хотел в итоге остаться. Это был большой стационар, настой койко мест, полный профиль оказания медицинской помощи по моей специализации. И, в принципе, я был в шоке поначалу, потому что то обилие операций огромных, там, по 5 часов, онкология, кровотечение, экстренность. И все это на фоне нехватки медицинского персонала и медикаментов повергло меня в шок. Я не знал, как с этим справиться. И, в принципе, на тот момент я мог только шов легкий накладывать хирургически и все. Мне повезло с наставником. Это был очень опытный хирург, 20-летнего стажа. Потихонечку, потихонечку он плавно вводил меня уже в эту узкую специальность. В принципе, университет стандартно преподавал, там, ездили на кафедры, но это все уже было от жизни оторвано. Фактически я учился на месте работы. И через два года я уже пришел достаточно уверенным себе специалистом. Но, насколько это было возможно в плане допуска меня, как самостоятельной врачебной единицы, к пациентам. Все равно я всегда был за спиной своего учителя. Я вышел на работу. И через две недели заведующее отделение ставит меня в первое дежурство. Все это на фоне нехватки персонала. Деваться некуда. И фактически вот такой вот неокрепший врачебный ум остается один на один с отделением в 100 человек. Картинка такая, что примерно 5 человек прооперированы, там, часа 3-4 назад, 2 человека в реанимации, 80 человек в отделении, из них где-то человек 10 нуждаются в ближайшие 2 суток в операции. И вот такой вот один молодой специалист. И плюс постоянные скорые помощи. Население мы обслуживали около 800 тысяч человек, поэтому скорые были постоянные. Примерно 10-15 скорых за ночь. В принципе, все прошло довольно-таки хорошо до, как из этих злополучных 12 часов ночи. Кому-то полечил, кому-то там переназначение, с кем-то просто психологическую помощь поговорил. Вроде бы все хорошо, но приезжает скорая помощь. Вызывают, пациент уже частично обследован, проконсультирован кучей специалистов. И я диагностирую разрыв мочевого пузыря. Человек пьяный, упал с поезда, когда сходил на перрон. И вот у него разрыв мочевого пузыря. Это кровотечение. Если человек не прооперирует в течение нескольких часов, ну, будет все фатально. Вот. Беру в операционную. Раскрываемся. Как у нас говорят. Оказывается, что проникновение в брюшную полость, риск мочевого перитонита. Ну, очень все плачевно. Вызываю хирурга. Он осматривает свою область. Заканчивает. В принципе, помогает мне закончить. В итоге мы оперируем. Так как я оперирую медленно, я только начинаю это делать. И оперирую практически всю ночь. И после окончания такой операции я сажусь и думаю, господи, за два года от человека, который просто вязал узлы, удалось спасти человеку жизнь. Для меня это был, ну, не сказать, какой успех. Наверное, этот путь проходит каждый доктор. Особенно хирургической специальности. От неопытного человека до уже человека, который может решить реальную проблему и помочь другому человеку. Но меня это тогда очень сильно вдохновило. Я понял, что всегда есть возможность научиться чему-то новому. Учиться никогда не поздно. И, в принципе, я на это способен. Амбиции стали расти. Я становился все более уверенным. И в какой-то момент я понял, что я хочу работать в какой-то передовой отрасли медицины. Я поехал в Москву на повышение курса квалификации. И ушел в еще более узкую специализацию. Называется андрология. Уже через полгода после курсов в Москве и собирания дополнительной информации я уже сидел на интервью в самой крупной частной компании России. Это уже был другой город. Город Самара. И проходил интервью на позицию врача-уролога-андролога. В мои обязанности, в принципе, в будущем входила работа в отделение искусственного плодотворения, программа ЭКО. Дети из пробирки еще в СМИ так называют. Вот. Здесь было еще сложнее, потому что этих знаний не было нигде. В университетах этому не учат. В ординатурах тоже не учат. Литература крайне мало. В основном она вся зарубежная. Тем не менее, первичных навыков мне хватило. Я прошел интервью, меня взяли на работу. И я снова оказался тем студентом, неопытным, потому что весь тот общий профиль знаний, который у меня был до этого, он оказался, в принципе, не совсем и нужен. Я продолжал оперировать какие-то узконаправленные операции, связанные с данными проблемами. Но это все равно уже все было не то. Основной пробел знаний именно в лечении бесплодия. То есть у меня вообще просто этих знаний не было. Мне опять повезло, в принципе, с наставником, но был один нюанс, что через две недели она выходила в декретный отпуск. И за две недели я должен был освоить очень много информации. Тот темп, который я взял за эти две недели, я специально для себя его не стал уменьшать. В принципе, я начал работать в режиме непрерывного самообразования. Поток пациентов был огромный, поэтому, в принципе, все усваивалось довольно-таки быстро. иностранные книги, конференции. И уже через год я начал читать вебинары для пациентов. С одной стороны, это был уже какой-то прорыв. С другой стороны, готовясь к рассказу чего-либо, на таком уже достаточно экспертном уровне, ты погружаешься в эту проблему еще больше. И через два года я уже вошел в состав новообразованной кафедры от университета. То есть, кафедра, в принципе, появилась только буквально через год. После того, как я пришел на это место работы, кафедра появилась как раз на базе нашей частной клиники. И я вошел в состав лекторской группы, которая ездила по городам России и рассказывала с циклами, с сертифицированными циклами повышающую квалификацию, рассказывала о всех аспектах и нюансах вспомогательных репродуктивных технологий для врачей-гинекологов первичного звена. Вот после очередного такого лекции, по-моему, это был Волгоград, где участвовало около 60 докторов. То есть, я читал лекцию для где-то 60 докторов. Я тоже сел, и у меня появилось это же чувство, как тогда, несколько лет назад, когда произошло это дежурство, что я владел новой специальностью. И, в принципе, опять это был для меня успех. Я лектор, я имею большой поток пациентов, у меня хорошая зарплата среди коллег. Для меня это был успех. Причем тут, вы скажете, канал Михаила Портнова и вообще вся эта история с информационными технологиями, которым, в принципе, канал, помимо миграции, посвящен. Дело в том, что когда я проходил испытательный срок на новом месте, я, как и любой человек, я, в принципе, не знал, как все сложится и всегда интересовался передовыми технологиями. Также была интересна жизнь в США, и, естественно, вот эта квинтесенция, она меня наткнула на канал Михаила. Как говорится, я не смог остановиться, я начал смотреть все подряд, меня заинтересовало, я прошел курсы Михаила на русском языке, прочитал книжку Канера, книжку Савина и зарегистрировался на Ютесте. Решил попробовать. Я очень долго ждал песочницу, первых проектов, в итоге не дождался, тут уже прошел период адаптации, меня взяли в штат, ну и где-то через полгода мне пришла песочница. Так как я в свое время затратил очень много сил на это, потому что мне, как гуманитарию, было довольно-таки сложно во все это вникать, я все-таки решил попробовать, выделил какую-то часть времени, помимо работы, и прошел песочницу, начали приходить проекты, один, второй, не все сразу складывалось, но в принципе, где-то на проекте третьем, четвертом, мне повысили рейтинг, и сейчас мне в принципе удается совмещать, больше я не знаю, как хобби, хотя это и заработок приносит. Вот. Уже последние три месяца я тестирую крупные приложения от Google, и в принципе, третий раз, когда я ощутил ощущение успеха, когда я снимал с PayPal 500 долларов, который заработал исключительно на ее тесте. Это непередаваемое ощущение, когда, будучи профессионалом в одной деятельности, тебе удается освоить совершенно другую параллельную специальность и получить за нее в принципе уже для себя ощутимую сумму. Вот. В результате, что бы хотелось вам, какой посыл вам дать? Ребят, первое, никогда не поздно учиться. Никогда. Верьте в себя, все возможно. Главное начать. Первый успех ведет мотивации к достижению последующих успехов. Да, всегда будет работа, друзья, дети. Я женатый человек, у меня есть маленький ребенок. Не все так просто. То есть, нельзя сказать, что у меня уйма свободного времени. Нет. Но всегда надо делать, расставлять правильно приоритеты, и потом это все равно все вылезет в нужную гармонию. Есть очень хорошая фраза в бизнесе. Если работать целый день, некогда зарабатывать деньги. В свое время, в самый первый раз, я дошел к тому, что я работал на двух работах, плюс дежурство, и физически больше работать было нельзя. Были такие дни, когда после суток я работал еще 8 часов, и потом еще на часа 4-5 уходил работать во вторую клинику. Тогда я начал задумываться, что надо как-то дальше расти. Поэтому иногда стоит несколько отойти назад, чтобы достичь большего. В погоне за ростом я поменял город, я ни о чем не жалею. Но если вы зарабатываете какое-то количество денег, хотите большего, и на это жалуетесь, это не работает. То есть, надо выйти как минимум на рынок, либо что-то изменить. Если вы считаете, что вы стоите больше, значит, надо что-то менять. Я желаю вам уверенности, ну, в себе прежде всего, немножко удачи и, конечно же, успеха.